Утро на Елисея Ну вот видите, как пятки высовывают, да? Очень хочется почесать. Медведь, ёжик, суслик. Эти животные впадают в спячку на всю зиму. Для того, чтобы пережить холода, они начинают готовиться с ранней осени. Добавляются кедровые орешки, ягоды, каши делаются очень густыми. Кормилинение идёт несколько раз в день. Для того, чтобы именно в природе медведей называется жировка, мы здесь заменяем на усиленный такой пищевой рацион. Благодаря этому мишки нагуливают жир. И затем готовим берлоги. Берлоги у нас располагаются в каждом вольерном комплексе. Там выстилается большой слой соломы. Сено для того, чтобы медведи, когда уже залегали в спячку, благополучно могли, не вставая, обеспечивать себе такую комфортную кровать. Работники зоопарка только помогают косолапым. Основную же работу выполняет природа. Так устроено, что даже маленькие медвежата всегда знают, как им подготовиться к холодам. Есть и те, кто зиму любит и чувствует себя комфортно даже при минусовых температурах. Вот, например, белая медведица, которую в Роев ручей недавно доставили из Норильска. Некоторые к зиме даже обрастают дополнительным слоем шерсти. А вот как в минусовую температуру согреть теплолюбивых питомцев, знают в отделе контактных животных. Люди начинают, когда приходит осень, в квартирах маленько сами замерзать. И интуитивно начинают пытаться животных своих тоже поставить воздонагревательных приборов. Но не всегда это так хорошо для них. Так, например, шиншиллам им, в принципе, температура свыше 22 градусов как бы может навредить. Дегу и морские свинки тоже температуры повышенные, не очень хорошо переносят. Лучше всего ставить клетки с грызунами в угол, подальше от батареи и окон. Для других животных тоже есть рекомендации. Если вы моете собаку зимой, как следует просушивайте ее шерсть. А потом еще сутки не выпускайте на улицу. Если ваш пес живет в будке, положите туда небольшую подушечку из сена. Ну иди, проверяй. В таком домике, набитым сеном, будет тепло, комфортно. Он там сам себе лежаночку сделает. Козы, альпаки и лошади гнезда не вьют. Поэтому ночевать должны в помещении не холоднее 20 градусов. Кроме спального места нужно позаботиться о здоровье животного. Копытным удваиваем порции еды. Кошкам и собакам даем полезные добавки. Обычно в это время года им не хватает витаминов А, Д и Е. Ну а главное, не давайте животным забывать, что вы их любите. Чили, девочка моя. Иди, моя хорошая. Иди. Мах, красавица. Тоже утепляются и готовятся к зиме Софья Лупинина и Денис Шабанов. Субтитры создавал DimaTorzok Раита